Девушки отдыхают 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 Платите за него подать, как за живого. Ой, отец мой, и не говори об этом, подхватила помещица. Уже третью неделю взнесла больше полутороста. Да заседатель подмаслила. Ну вот, видите, матушка, а теперь примите в соображении только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них. Я, а не вы. Я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы? А ведь это ни к чему не нужно. Ну скажите сами, ну на что это нужно? Может ты... Стоп, где текст? Старуха задумалась. Она видела, что дело точно, как будто выгодно. Да только уж слишком новая и небывалая. А потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик. Приехала же, бог знает откуда, еще в ночное время. Так что же, матушка, по рукам, что ли, говорил Чичиков? Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь? Они того, они больше как-нибудь стоят. Да послушайте, матушка, эх вы, что же они могут стоить? Ну, рассмотрите, ведь это прах. Понимаете? Прах. Вы возьмете всякую неугодную последнюю вещь. Ну, например, даже, ну, простую тряпку. И в тряпке есть цена. Ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику. А ведь это ни к чему не нужно. Ну скажите сами, ну на что это нужно? Это уж точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно. Да ведь меня только одной останавливает. Ведь они тут, ведь они уже мертвы. Эх, ее дубина головая какая, сказал про себя Чичиков. Уже начиная выходить из терпения, пойди ты слать с нею в пот бросила проклятая старуха. Тут он, вынувший из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился. Напрасно иной и почтенный. И государственно даже человек. А на деле выходит совершенная коробочка. Как зарубил себе что в голову, то уж ничем его не пересил. Сколько не представляя ему доводов, ясно как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Оттер шипот, Чичиков решился попробовать. Нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороной? Вы, матушка, сказал он, или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить. Я вам даю деньги. Пятнадцать рублей ассигнации. Понимаете? Ведь это деньги. Вы их не сыщите на улице? Право, отвечала помещица, мое такое неопытное вдовье дело. Лучше же я маленько повременю. Авось понаедут купцы, да примирюсь к ценам. Срам, матушка, срам. Просто срам. Ну что вы говорите, подумайте сами. Ну подумайте, кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать? А может в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобится? Возразила старуха. Мертвые в хозяйстве? Эк вы куда хватили? Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли? С нами крестные силы, да какие ты страсти говоришь, проговорила старуха крестясь. Ну куда же вы еще их хотели пристроить? Да впрочем, ведь кости и могилы, все вам остается. Перевод только на бумаги. Ну так как же? Как же? Отвечайте, по крайней мере. Старуха вновь задумалась. Ну о чем же вы думаете, Настасья Петровна? Право, я вовсе не приберу. Как мне быть? Лучше я вам пеньку продам. Да на что же пенька? Ну помилуйте, я вас прошу совсем о другом. А вы мне пеньку суете. Пенька пенькою. Другой раз приеду, заберу и пеньку. Да как же, Настасья Петровна. Ей богу. Товар такой странный. Совсем не бывалый. Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения. Хватил в сердцах стулом, опал и посулил ей черта. По черта помещица испугалась необыкновенно. Ой, ой, не припоминай его. Бог с ним! Скликнула она вся, побледнев. Да не найдешь слов с вами. Право слово, какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняшка. Что лежит на сене и сама не ест тены, и другим не дает. Я хотел было закупить у вас хозяйственные продукты разные. Потому что я и казенные подряды тоже веду. Да. Здесь он прилегнул. Хоть и вскользь и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну. По крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом. Да чего ж ты сердился так горячо? Знай, я прежде, что ты такой сердитый, так я бы совсем тебе и не прикословила. Есть из-за чего сердиться. Дело яйца выедено не стоит, а я стану из-за него сердиться. Ну да изволь. Я готова отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, а насчет подрядов-то, если случится муки брать ржаной или грешневой, или круп, или скотины биты, так уж, пожалуйста, не обидь меня. Нет, матушка, не обижу, не обижу, говорила. Она между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого можно было бы уполномочить на совершение крепости, и все как следует. Ну как же, как же, протопопа отца Кирилла, сын служит в палате, сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему удоверенное письмо, и чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинять. Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол, поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту. Как в реке, все, что не было на нем, начиная от рубашки до чулок, все, было мокро. Э, кумарила, проклятая старуха, сказал он немного отдохнувший, и отбер шкатулку. В это время вошла хозяина. Пока все. Так я бы, чай меня нет. Перед вами стою. Можно здесь встать? Вам же надо закрутить немножко. А вы, правильно, прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok